Я так спешила в библиотеку, что нечаянно споткнулась. Томик Пушкина выпал из рук, точнее, все 20 томиков. Я наклонилась поднять, и наши глаза встретились. А дальше все как у классика. Искра буря. Я помню чудное мгновение. Ну, а уже через месяц он задал самый важный вопрос. Ты хочешь объединить библиотеки? Ну, а я что? Согласилась. Пошла. Вот только в жизни так не бывает. Точнее, бывает всякое, но вероятность встретить свою судьбу вот так, на улице, с книжками, близится к нулю. А вашей маме зять не нужен? Девушка, а ваши родители, случайно, не занимаются строительством в Москве? Ой, мне тут срочно позвонили, и я должна бежать. Прости. Ты же феминистка, и, наверное, помощь тебе не нужна. Привет. Если ты не очень высокая, не занимаешься пауэрлифтингом, не любишь готовить, можешь мне не писать. А можно как-то по-другому? Жизнь была бы намного проще, если бы уже на первом свидании над нужным тебе человеком загоралась табличка «Тот самый». Мы уже сотни раз слетали в космос, разделили атом, создали чат GPT, а четкого ответа на вопрос, как мы выбираем партнера, до сих пор не знаем. Это набор случайностей, наша воля или набор объективных факторов, что влияет на этот важный для нас выбор. Доктор философии Эленор Гринберг однажды решила помочь своим страдающим от одиночества и отчаявшимся сделать верный выбор друзьям и придумала теорию дивана. Этот подход позволяет избежать эмоциональных переживаний, связанных с попытками найти себе пару. Суть теории дивана проста. Вы ищете партнера так, как выбираете диван. И вот эти простые правила. Отправляйтесь туда, где продают диваны. Когда вам нужен диван, вы вряд ли станете ждать, что он сам магическим образом найдет вас, пока вы сидите дома. Вы также не будете надеяться, что случайно наткнетесь на него во время прогулки по парку. Наоборот, вы ожидаете, что для того, чтобы найти идеальный диван, нужно приложить усилия. Не бойтесь выглядеть отчаявшимся. Когда вы идете в мебельный магазин, вы же не чувствуете стыда из-за того, что у вас нет дивана. Тогда почему вам должно быть стыдно признаться, что у вас нет пары? Не стоит смущаться и стесняться своего поиска. Выбирайте то, что вам подходит. Вы не станете искать диваны в магазинах, которые вам не по карману или которые не устраивают вас по другим причинам. Это значит, что нужно реалистично относиться к тому, кого вы хотите видеть рядом с собой в будущем. Не ищите партнера в баре, если хотите, чтобы он не пил. И не тратьте свое время на тех, кто явно не заинтересован в отношениях с вами или уже занят. Но кажется, такой прагматичный подход расколдовывает влюбленность. Как практикующий психолог на вопрос, по каким критериям мне необходимо выбрать партнера, мне хочется ответить вопросом. А что для тебя необходимые критерии? И вообще, что такое выбирать партнера прагматично или сердцем? На наш взгляд и на мой взгляд, как психолога, важно, чтобы в первую очередь человеку было комфортно. Как тебе комфортно выбрать своего человека? Что для тебя является основным фактором выбора? Как найти среди миллионов того или ту самую? Для тех, кто не хочет сидеть и ждать случайной судьбоносной встречи и придумали дейтинг. Дейтинг появился на рубеже 19 и 20 веков, и это еще один подарок индустриализации. Молодые люди в поисках работы начали отрываться от корней и переезжать в города. А еще к ним присоединились женщины, которые теперь могли за день в городе встретить больше интересных мужчин, чем в деревне за годы. Для молодых горожан начали открывать двери места развлечений, где можно было скрыться от взглядов старших. Парки аттракционов, рестораны, кинотеатры, бары. Эти заведения и стали основой для появления культуры дейтинга. Но даже продвинутые городские жители все-таки имели ограниченное число потенциальных мэтчей. Ведь молодые люди знакомились в основном на работе или на учебе. Все поменялось, когда в очередной раз поменялись мы. Благодаря глобализации наши образования и карьеры перестали ограничиваться одной точкой на карте. Мы стали перемещаться по городам и странам и резко расширились границы для выбора партнера. Буквальные и социальные. Ну а к способам знакомиться добавились мобильная связь, телевидение и интернет. Короче, все медиа к вашим услугам. В конце 90-х на музыкальных каналах появляются смс-чаты. Поясняем для зумеров. Да, клипы смотрели по телевидению, и еще под ними крутилась лента с шутками, приветиками и признаниями, благодаря которой зрители могли попытаться найти себе пару. В дейтинг-сферу врываются смс-знакомства, на какое-то время ставшие самым популярным видом общения. Такая услуга была чрезвычайно ценной для мобильных операторов. За каждое сообщение взималась определенная плата. Первая в мире компьютерная служба знакомств появилась еще раньше, в 1965-м. Тогда команда энтузиастов из Гарварда попросила студентов заполнить длинные анкеты. Данные вводились в компьютеры размером с автобус. Машины долго пищали и думали, и, наконец, основываясь на каком-то примитивном алгоритме, выплевывали имена двух теоретически подходящих друг другу людей. Те, кто работали с вычислениями, обычно арендовали время обработки данных на общем университетском компьютере. И это было очень дорого. Команде Operation Match удалось купить дешевое время, это были очень ранние утра воскресений. Тогда вопрос про заработок на дейтинге даже не стоял. Основатели Operation Match просто надеялись найти самых лучших девушек для себя. Им просто очень понравилась идея, что поиск пары можно превратить в процесс более продуманный, чем популярные тогда слепые свидания, и менее неловкий, чем вечеринки, где девушки смотрят сквозь тебя на старшекурсников. Кстати, место, где мы прямо сейчас с вами сметчились, вы, ищущие куда бы позалипать, и мы, создатели популярного цифрового контента, YouTube, начинался как видеохостинг для одиночек, стремящихся найти пару. На хостинге каждый желающий мог разместить ролик с визиткой. Создатели неслучайно зарегистрировали домен в День Святого Валентина. У них даже был лозунг «Включайся, встречайся». Спустя 30 лет сервис Operation Match переехал в интернет и стал пионером сайтов онлайн-знакомств. В России одним из первых стал легендарный в начале 2000-х чат «Кроватка». В нем существовали специальные комнаты, в которых пользователи общались на разные темы. Любовь, знакомство, флирт. Такие комнаты были и на других популярных по всему миру площадках, например, на Крэк-лист. Ученые Хосе Артега из Эссекского университета и Филипп Эргович из Венского провели исследование, как интернет повлиял на расовое многообразие в обществе. Они проанализировали темп роста интернациональных браков в США. В некоторых частях страны смешение национальности было запрещено вплоть до 1967-го. Однако с появлением сайтов знакомств в 1995-м, таких как Match.com, количество межрасовых браков значительно возросло. Темпы роста еще больше увеличились в 2000-х, когда онлайн-знакомства стали набирать огромную популярность. Таким образом, ученые пришли к выводу, что онлайн-знакомства стали основным фактором увеличения числа интернациональных браков. В 2002-м журнал Wired предсказал, спустя 20 лет идея искать любовь не в интернете будет считаться глупой. Примерно как идея игнорировать библиотечный каталог и бродить вдоль полок, потому что книгу вашей мечты можно найти только случайно. Она просто упадет с полок прямо к вам в руки. Так журналисты иронизировали над противниками онлайн-дейтинга и предполагали, что сердца будет соединять не только общение без границ, но и искусственный интеллект. Большинство из нас в романтических отношениях полагаются на идею случайности, веру в судьбу. Психиатр Роберт Нойбургер назвал это основополагающим мифом для создания пары. Ведь каждый идет на поиски существенного совпадения, доказывающего, что встреча не была случайной. Эта случайность важна с культурной точки зрения, но случайность является отличительной чертой неэффективных рынков. Ну а рынок любви в нулевые стремился стать все более эффективным. Появляются новые и новые сайты знакомств, например, OkCupid. Его пользователям нужно было ответить на множество вопросов из самых разных сфер жизни, отметить, какие ответы потенциального партнера на те же вопросы они считают приемлемыми и установить важность каждого конкретного вопроса. Короче, надо было провести целое исследование за компьютером. На языке искусственного интеллекта степень совместимости — это вероятность того, что двое кликнут друг на друга. Все платформы запрашивают пол, возраст, геолокацию фотографий, а еще сексуальную ориентацию, политические и религиозные взгляды. Также они отслеживают активность пользователя — свайпы, мэтчи и переписки. Ни одна голова не сможет вместить эту лавину информации, и у искусственного интеллекта больше шансов подобрать вам идеальную пару. Искусственный интеллект быстро и ненавязчиво распознает расхождение теории и практики. К примеру, если пользователь заявляет, что любит высоких, хотя обычно общается с людьми низкого роста, то алгоритм поймет, что этот критерий не имеет большого значения и незаметно начнет менять рекомендации. В 2007-м у ищущих пару наконец появилась возможность отойти от компов. Тогда появился сайт ZUSK, который еще и был мобильным приложением. В нем использовалась другая инновационная для своего времени идея. Для авторизации в ZUSK можно было использовать профиль в социальной сети или в Google+, без SMS и регистрации. Так что мы из любого места и в любое время могли включиться в романтическую игру. Дейтинговые приложения стали новым баром, рестораном, церковью, универом, работой, перенесенными в цифровое поле. Новым витком развития института отношений и брака. Но, как мы знаем, технология одновременно и инструмент изменения общества, и зеркало, которое порой отражает не самые приглядные наши стороны. Когда слишком много свайпов, слишком много кандидатов, все слишком быстро и слишком поверхностно, возникает дейтинг-выгорание. По наблюдению ученых, наш мозг зависает уже после того, как просмотрят шесть вариантов чего-либо. То есть уже семь анкет для человеческой головы, что называется too much. Чем больше вариантов, тем сложнее выбрать что-то одно. В исследовании Гарвардского университета людям предлагалось выбрать что-то одно из серии схожих вариантов. Во время принятия решения на их МРТ засвечивались области мозга, отвечающие за тревогу. Система дофамина работала сверх нормы. При продолжающемся стрессе система дофамина, как правило, истощается, и вы рискуете испытывать чувство постоянного отчаяния, говорит биологический антрополог Хелен Фишер. Такого рода вещи могут происходить, когда перед вами слишком много возможностей для выбора. Лавбомбинг – ковровая бомбардировка признаниями и комплиментами. Кэтфишинг – буквально ловля на блесну, по-нашему аферист в Тиндере. Создание эффективной персоны, фотографию Ламборгини с бокалом Бартини и прочая блестящая пыль в глаза. Бенчинг – буквально удержание на скамейке запасных, поддержание отношений по принципу «а вдруг пригодится, не выбрасывать же». И пейперклиппинг – в честь скрепочки-помощника из старых версий Microsoft Word. Иногда я появляюсь без причин. Я травмированный, неуверенный и не особо в тебя заинтересован. Но я не хочу, чтобы ты меня забывала. У вас так было? Или, может, это вы сами – скрепочка? Признавайтесь. Нет, конечно, так поступают не все пользователи дейтинг-сервисов. Но мы так устали от этих свайпов в никуда. Количество переписок множится, процесс затягивается, сценарий общения повторяется снова и снова. И мы растеряно стоим среди полок в супермаркете отношений, не зная, что делать дальше. И хорошо еще, если ты на этом рынке – покупатель. Одна моя подруга зарегистрировалась в одном таком приложении и через неделю удалила анкету. Говорит, неделю чувствовала себя вещью, которая лежит на витрине и которую каждый проходящий хочет, ну, если не приобрести, то хотя бы пощупать. Когда приложение становится популярным, то там очень сильно меняется гендерная диспозиция. И там есть такая информация, что в самых популярных приложениях там 85% мужчин и только 15% женщин, что делает это все затруднительным. Адекватное перемешивание этих людей и сведение одного пользователя с другим для достижения каких-то благоприятных эффектов. И получается, что большинство мужчин вообще в принципе ни с кем не общаются, никогда не выстраиваются никакого диалога. А у большинства женщин их общение тоже очень низкого качества, потому что это не те люди, с которыми бы они хотели общаться. Если говорить про недостатки, то, конечно же, мы в первую очередь говорим про незащищённость себя, но это касается незащищённость себя и своих данных, но это касается онлайн-коммуникации в целом. С другой стороны, это некое такое обезличивание. То есть в какой-то момент создаётся ощущение, что нас перестают воспринимать как какого-то отдельного человека, потому что и с одной, и с другой стороны мы превращаемся в набор неких карточек, в которых вот описаны какие-то характеристики, показываются процент соответствия, важности, какой-то рейтинг присуждается. То есть происходит такое обезличивание, обесценивание может происходить. И здесь, конечно, важно рефлексировать относительно того, что вы делаете. Проблемы, с которыми люди сталкиваются, когда пользуются дейтинговыми сервисами, они очень сильно зависят от пола. То есть там 65% мужчин, да, 2 трети. 2 трети мужчин, собственно, они жалуются на меркантильность и мошенничество. В то время как 85% женщин, они жалуются на чрезмерное сексуализированное внимание. Эксперты считают, что рынок приложений для знакомств находится сейчас в фазе Красного океана. Это термин из бизнес-стратегии. Низкоконкурентный рынок Голубого океана по мере роста сменяется красным и становится переполненным аквариумом с жесткой и кровавой конкуренцией. Спрос на одних растет и, соответственно, растет их ценность, а на других падает. Худые люди ценятся выше полных, бездетные выше детных, молодые выше зрелых. Короче, да здравствует стереотипа. Кристиан Раддер, основатель сайта OKCupid, пишет, что женщины в среднем отвечают на одно из каждых четырех обращений, и этот выбор напрямую связан с внешностью мужчины. Среди женщин две трети всех посланий получают только одна треть самых красивых. Если вы внешне привлекательны и имеете высокую ценность, то в логике рынка свиданий можете цинично выбирать из кучи предложений. В 2018-м один из пользователей Твиттера рассказал, как девушка пригласила десятки ничего не подозревающих мужчин через Тиндер на одно и то же свидание, а затем попросила их побороться за нее. Это на самом деле случилось со мной, и это может случиться и с вами. Так что запаситесь попкорном. Полина Аренсон сравнивает приложение с переговорной комнатой в большой фирме. В ней много шума и большая текучка. Там ты постоянно проходишь собеседование, бесконечно себя презентуешь и рассылаешь свое резюме. Чтобы быть эффективным на этом празднике жизни, в дейтинге, как и в найме, существует ряд принципов. Если их соблюдать, то успех в онлайн-отношениях якобы гарантирован. Полина Аренсон выделяет три основных принципа дейтинга. Сильная привязанность вредит твоей самодостаточности. Любое несогласие и дискомфорт — повод уйти из отношений, потому что найдется тот, кто совпадает с тобой ровненько по линиям среза. И у вас все будет замечательно. И будь готов к расставанию. Всегда помни, что вот этот очередной новый человек в твоей жизни ненадолго и уж точно не навсегда. Смахивает на кодекс самурая. Только какой-то странноватый. Если вдуматься, то можно заметить, что эти принципы не только не помогают устанавливать близкие теплые отношения, они их делают невозможными. Как будто ты всегда должен держаться на расстоянии, чтобы в любой удобный момент исчезнуть. Это, кстати, про еще одно явление, которое создали и растиражировали дейтинг-приложение. Гостинг — это термин, который происходит от английского слова «призрак» и означает «внезапное прекращение коммуникации». Если в реальной жизни вычеркнуть человека из своей жизни не так-то просто, то при онлайн-знакомствах это происходит мгновенно. Еще сегодня вы общались, делились самыми романтическими стикерами, и вот вас уже без причин блокируют. Было у вас такое? Вас гостили? Или гостер — это вы? Кстати, из всех возможных способов разорвать отношения, гостинг наиболее болезненный и, к сожалению, все более популярный. Американский психолог Тара Коллинс считает, что люди, которым не нравится эмоциональная близость, скорее всего, станут гостерами. В онлайн-отношениях гостинг — самый быстрый и удобный способ прекратить то, что перестало приносить удовольствие, и отправиться на поиски нового идеала. Еще одним недостатком может быть ощущение, что вот этот мир партнеров безграничный. То есть всегда кажется, что, может быть, тот самый и нужный, и тот партнер, которого мы ищем, еще просто не появился в тех рекомендациях, которые у нас есть, с одной стороны. И вот есть такое ощущение, что сложно остановиться, сложно понять, в какой момент мы заканчиваем вот этот выбор за счет, может быть, это не минус, а такой вот челлендж онлайн-дейтинга, челлендж под названием «свобода выбора». То есть мы имеем, кажется, создается иллюзия такого большого количества потенциальных партнеров, что ты не уверен, что вот тот, кого ты выбрал, он итоговый и самый лучший. Всегда есть ощущение, что, а может быть, будет еще лучше. Вся человеческая цивилизация, это мега упрощение, но в принципе она вся строится вокруг невозможности людей говорить о своих желаниях напрямую. Это некоторая такая взаимная игра по поводу того, каким образом вовлечь другого человека в какие-то романтические или неромантические отношения таким образом, чтобы он этого не заметил. Дейтинговое приложение создает иллюзию, что можно начать общение без всякого контекста, просто выбив дверь с ноги и сразу же заявить о своих желаниях. И в этот момент, на самом деле, начинается это опьяняющее чувство свободы о том, что можно все что угодно, можно найти кого угодно. Открывается чат, и вот нужно пообщаться с человеком. И в этот момент оказывается, что вы вообще-то не находитесь в пустоте, вы не находитесь один на один с желаниями друг друга, которые вы как будто бы разделяете. И в этот момент выясняется, что необходимо действовать так же, как и всегда. Действовать так же, как везде. И это все еще другой человек, с которым нужно договариваться, с которым нужно обсуждать вещи, с которым нужно стать близким человеком, прежде чем перейти непосредственно к близости какого-то другого рода. И дейтинг как бы пытается вот от этого избавить, но на самом деле ты попадаешь внутрь этой ситуации, что вот нужно пообщаться с другим человеком. И ты думаешь, насколько вообще корректно сказать человеку другому, что я нужен секс только, и все. Я вот исключительно, я здесь только ради этого. И если у другого человека другая установка, то как бы ну все, ты проиграл. Этот диалог закрылся навсегда. Приходится как бы пользоваться способами общения из внешнего мира. Говорить, что вот на самом деле, вот мне просто интересно. Мне интересно, что здесь происходит, какие здесь люди вообще. Я не озабоченный человек, а я исследователь. Меня интересуют тонкости человеческого взаимоотношения, а не то, к чему они приводят. Несколько лет назад в Тиндер пустили аэропортера Остина Карра взглянуть на секретный внутренний рейтинг. Оказалось, в приложении использовалась система личных рейтингов. Вы поднимаетесь в чартах в зависимости от того, сколько людей выбирали вас, и какие именно это были люди. Другая журналистка описывает алгоритм работы приложения так. Когда ваш профиль выпадает другому человеку, вы будто соревнуетесь с кем-то еще. Если против вас игрок с высоким коэффициентом, и он вас лайкает, вы получаете очки. Если у него низкий рейтинг, и он смахивает вас влево, очки снимаются. То есть, если вы, по мнению системы, не слишком хороши, то и вам не предложат ничего получше. Правда же, похоже на рынок, где все мы, ничего не подозревающие, картошки на витрине? Если рассматривать такой паттерн, как экологичность по отношению к нашему приложению, то это заложено изначально в фундаментальное ядро нашего приложения. Мы говорим про то, что мы создаем сервис не подбора, не поиска партнера, а мы создаем сервис для проверки совместимости двух людей и создания максимально экологичной пары, когда пользователи будут создавать отношения, зная все психологически паттерны друг друга. И да, первые свидания – это волнительно и страшно. Но что, если вам не нужно принимать судьбоносных решений? Что, если это просто хороший способ провести время вместе? Если вам трудно справиться с нервами на первом свидании, проявите интерес к другому человеку, вместо того, чтобы стараться выглядеть интересным. Так вы покажете потенциальному партнеру интерес и внимания, а заодно снимете нервное напряжение. Если дейтинг для женщин и мужчин станет более осмысленным и осторожным, менее похожим на поход по магазинам, а скорее на совместное создание пространства для взаимодействия, быть может, он станет не таким разочаровывающим. И раз есть спрос на такое пространство, то обязательно появятся и предложения. Выпускники вышки долго думали, как сделать приложения для знакомств более этичными и эмпатичными. Обычные дейтинг-приложения оказались всеми слишком поверхностными, а данные, которые пользователи вносили о себе, недостаточны для надежного выбора партнера. Так они придумали Твинби, новый дейтинг-сервис, который основан на психологической совместимости. Над разработкой приложения сейчас работает команда из 40 человек. Если перевести слово Твин с английского на русский, то это слово означает «близнец». То есть найти похожего себе человека. Одна из маркетинговых гипотез была такая, что мы бы использовали название в универсальном торговом предложении для пользы. Твин by love, твин by friend, твин by sex. Найти похожего себе человека для любви, дружбы, секса. Идея приложения появилась еще в 2021 году. Перед пандемией мы познакомились с моим партнером Валерием Климовым на другом проекте по разработке мобильного приложения. Он на тот момент занимался разработкой маркетплейса, в основе которого лежала идея использования рекомендательных систем, основанных на типологии личности и психологических характеристиках людей. Я была выпускницей высшей школы экономики, заканчивала факультет социологии и прекрасно знала, как можно применять данные, полученные из психологических опросников и использовать их в больших данных, в том числе в рекомендательных системах. И мы нашли общие точки соприкосновения. Я познакомила его с профессором со своим. И оттуда, собственно, начался старт проекта. Из высшей школы экономики мы заказали научно-исследовательско-конструкторскую разработку, так называемый НИОКР, в основе которого лежал вопрос о том, можно ли применять методики для оценки личности и переносить их потом в рекомендательные системы. Какие это могли быть методики? И, собственно, как вообще корректно и правильно использовать науку и психологию в больших данных и в рекомендательных системах? Как утверждают создатели, TWINBY — это большая научная работа и непрерывное исследование, анализ и развитие. Команда подбирает и адаптирует психологические тесты, которые несут практическую пользу в контексте отношений. При регистрации в приложении нужно пройти личностный психологический тест. И только затем программа рассчитает процент совместимости с потенциальными партнерами и предложит наиболее подходящих пользователей. То есть приложение ознакомит человека с его индивидуальными чертами и показывает ему, как они могут проявляться. Проще говоря, что тобой движет в жизни и отношениях. Так TWINBY предлагает новый взгляд на совместимость. Совместимость — это не результат, а процесс. Это то, что вы создаете вместе. Процент совместимости рассчитывается по шкале от 0 до 100%. 0% не означает, что это приговор отношения, ровно как и 100% не означает, что отношения идеальные. Он просто показывает вам, насколько потенциальный кандидат похож на вас по вашим предпочтениям и чертам характера. И вот здесь начинается настоящее искусство. Потому что кто-то говорит, что противоположное притягивает противоположное. И кто-то очень любит определенный челлендж в отношениях. Возможно, ему подойдет партнер, с которым совместимость будет в 0%. Кто-то считает, что они должны максимально подходить друг к другу в самых важных вопросах. Например, в вопросах ценностей. И тогда будет лучше, если процент совместимости выше. Но процент совместимости — это всего лишь первый шаг к началу новых отношений. Основное отличие от Винби и от других приложений в том, что мы человеку даем, по сути, очень много крючков и контекстов для знакомства. То есть на самом деле были попытки применять различные психологические опросники. Самым популярным из них был открытый опросник из интернета MBTI, как раз-таки состоящий из 40 вопросов. Но никакое приложение не объясняло после прохождения теста, почему именно этот человек тебе подходит. И ни одно предложение не рассчитывало в процентном соотношении, насколько тебе человек этот подходит. То есть мы мало того, что сразу с первого контакта с потенциальным партнером говорим, что вот этот тебе подходит на 20%, а этот на 80%, мы еще и даем прочитать, а почему он тебе подходит. То есть в чем вы совместимы, в чем вы несовместимы. И тем самым мы даем человеку больше поводов завязать общение. И это не только про тесты и про результаты тестов, про процент совместимости. Это в том числе и про механику начала общения. У нас есть карточки с заданными вопросами, которые позволяют начать коммуникацию и упростить ее, и сделать ее более интересной и разнообразной. Алгоритмы TwinB опираются как на известные психологические концепции, так и на собственные разработки команды. Во-первых, в TwinB используется Big Five или Большая Пятерка. Это модель оценки индивидуальных различий людей по пяти показателям. Это не знаки зодиака или дизайн человека, которым мы сделали целый лженаучный выпуск. Большая Пятерка – это одна из моделей, которой пользуются психологи для оценки личности. И, конечно, она не подберет для вас подходящего партнера со стопроцентной вероятностью успеха, потому что на это не способен примерно никто. Но это лучше, чем смотреть на фотографии и хвастливое описание, делая выбор только исходя из внешности. Немного поговорим, почему были выбраны именно эти методики и методология, именно Big Five и именно MBTI. Обращаю внимание, что наши методики – это авторская разработка, которая была сделана на основе типологии Big Five, большой пятифакторной модели личности, и MBTI. Начнем с Big Five. И это тест, в первую очередь, знакомства с самим собой. Big Five состоит из пяти черт личности. Это экстраверсия, доброжелательность, ответственность, открытость к новому и эмоциональность. Именно эти черты личности определяют поведение человека и как он взаимодействует с другими людьми. Понимая раскрытие каждую из этих черт, человек может понять, почему он ведет себя так, а не иначе, какие действия ему в этот момент нравятся, а, например, на что он бы никогда не пошел. Нашим видением является добавление полярности этих черт. И мы показываем, насколько человек относится к экстраверсии или интроверсии, насколько он доброжелателен или ему присуща более прямолинейность, насколько он ответственно подходит к тем или иным делам, а насколько ему более комфортен хаос. Поэтому, показывая ему, насколько выражены эти пять черт, мы рекомендуем и, точнее, даже описываем те особенности поведения, которые могут быть ему характерны во взаимодействии с другими людьми. Подсчет совместимости намного сложнее, чем просто одинаковые ответы на одинаковые вопросы. Дело все в том, что два интроверта, возможно, не так хорошо совпадут, как интроверт или экстраверт. Или два человека, которые посерединке, возможно, тоже не очень хорошо совпадут. За этим стоит больше, чем 100 лет исследований, где ученые проводили исследования о том, какие типы лучше подходят друг к другу. Поэтому расчет совместимости — это как раз использование существующих методик расчета совместимости между разными типами, которые наложены на наш тест. Во-вторых, в TwinB создали уникальный опросник. Все рекомендации внутри TwinB, из которых пользователь узнает о своих индивидуальных особенностях, способах строить отношения и о том, кто ему подходит. Также собственная разработка команды TwinB. Их нельзя найти в интернете в открытом доступе. Говоря об MBTI, стоит сказать, что это действительно очень необычная типология, которая, правда, подвергалась большим количеством обсуждений, критики и конференциям. Но давайте разберемся, почему именно MBTI и как мы в нашем приложении TwinB рассмотрели эту методику. Карл Юнг, психоаналитик, предположил, что все люди воспринимают мир, используя четыре основные психологические функции, такие как ощущение, интуиция, осязание и мышление. Вдохновившись этой идеей, уже много лет спустя, две девушки, Кэтрин Кук, Брикса и ее дочь, были вдохновлены и изобрели такую типологию MBTI, которая стала очень популярна во всем мире, разлетелась по всему миру. И сейчас можно найти в интернете большое количество открытых опросников. На основе этой идеи они сделали свою типологию и определили на сочетании всех этих четырех функций 16 типов. Они складываются как раз из комбинации четырех функций. Они описали каждую функцию полярной и разработали вот тот самый хорошо всем известный тест. Почему критикуют? Потому что они совместили как бы несовместимые. Они взяли совершенно четыре разных функции поведения и сказали это такой тип. Он действует так-то и так-то. Они были порой слишком категоричны. Они описывали поведение типов как будто бы вот только так может быть, а другого не дано. При том, что в основу они взяли всего лишь четыре функции мышления человека. Мы пошли немного по-другому. Мы взяли четыре черты, которые предложил Юнг. и описали особенности каждой этой черты в совокупности. Мы рассмотрели каким образом они воздействуют между собой, каким образом они взаимодействуют и на что они влияют в результате межличностного общения людей. То есть сделали некоторый обзор функционирования этих черт, которые наиболее присущи человеку. Еще одна особенность приложения наборы карточек с вопросами на разные темы, помогающими лучше узнать собеседника. В основе эксперимент Артура Аарена. 20 лет назад психолог провел эксперимент, задачей которого было возникновение близости в лабораторных условиях между совершенно незнакомыми мужчиной и женщиной. Он провел целую серию опытов на добровольцев, в результате которых выбрал 36 вопросов, которые вызывают наиболее сильные эмоции. Сила этих вопросов в том, что они заставляют размышлять, выводят людей из равновесия, заставляют их сомневаться, выбирать, обосновывать. Именно в такой момент мы особенно близки к себе настоящим. По определению Аарена близость это степень представленности одного человека в жизни другого. В нашем самом романтичном выпуске «Как влюбиться заново» сам Аарен рассказывает, что является самым важным для начала отношений. Пару и партнерство какое-то люди ищут чаще, чем просто секс. Получается так, что для большинства людей вот это дейтинговое приложение, оно служит инструментом того, чтобы человек как бы перестал пользоваться дейтинговым приложением. Но как бы вся коммерческая схема, все метрики, все параметры, они служат тому, чтобы человек проводил в этом приложении как можно больше времени. Приложение будет лучше, если люди будут там находиться постоянно и проводить там много времени. Когда мы начинали разработку Twinby, у нас одной из главных задач стояло то, чтобы пользователь быстро не уходил из приложения. Одной из важных задач было удержание пользователя внутри приложения. И одним из наших решений, найденных, это стало создание внутри приложения игровой механики удержания пользователя. Это как называемые карточки. Когда пользователи с высокой совместимостью мячатся, это протестированные внутри нашей команды, когда мы играем с коллегами, и такие же отзывы приходят от наших пользователей, что когда ты сметчился с человеком, у вас оказалась высокая совместимость, вы начинаете отвечать на эти вопросы, а механика состоит в том, что вы не видите ответы друг друга, пока не ответил каждый. То есть, такой некий эффект неожиданности, и у людей с высокой совместимостью ответы на вопросы оказываются, если не одинаковыми, копипастнутыми, то они об одном и том же всегда. То есть, это как раз таки про то, что мы подбираем людей с похожими взглядами и подходящим друг к другу. Но помните, вообще ни одна методика не гарантирует, что с ее помощью вы найдете партнера, подходящего вам на все 100%. Дейтинговые приложения то еще черное зеркало. Мы пытаемся разглядеть в нем других, но по итогу смотрим, конечно же, на себя. Так что же мы видим в этом черном зеркале? Внешний вид партнера на самом деле не влияет на то, что мы в итоге чувствуем. Однажды Окей Кьюпид провел эксперимент, отключил всем фотографии в профилях. Люди пошли на свидание вслепую. После этого их попросили оценить, как прошло свидание. Как оказалось, внешность партнера не влияла на удовольствие от свидания и у мужчин, и у женщин. На графике две линии. Черное показывает, как люди отвечают на сообщения в зависимости от того, нравится ли им внешность того, кто его пишет. Чем женщина красивее мужчины, тем меньше она отвечает на его сообщения. И наоборот. Красная линия показывает удовлетворенность от свидания у тех же людей. Удовольствие от личного общения не зависит от разницы во внешности. А еще оказывается, что встреча двух половинок это всего лишь миф. Мол, встретив единственного человека, мы обретаем целостность и все наши потребности будут чудесным образом удовлетворены. Но замыкание на партнере не делает нас ближе. Общение только в паре не может заменить другие социальные связи, как бы вы ни старались. Личное пространство, свое собственное облако связей дает нам ощущение того, что наш мир шире отношений с одним, пусть даже самым близким человеком. А еще делает сильнее и увереннее в себе. Интересно, а какими будут приложения будущего? В каком направлении они будут развиваться? Сегодня знакомство по интернету не воспринимается как нечто странное. Это скорее норма, потому что для человека, живущего, например, в большом городе, где постоянное движение, где очень много времени тратится на дорогу, найти вторую половинку где-то на улице или в кафе достаточно сложно. Я думаю, что приложение для дейтинга это будущее, причем неотъемлемое будущее, той метасистемы, в которой мы будем жить. На мой взгляд, как и много других сервисов, дейтинг-приложение будет развиваться в сторону большей иммерсивности, но не нужно пытаться там перескочить сразу в метавселенные, в дополненную реальность или в виртуальную реальность, потому что для этого еще, наверное, не пришло время и не созрели люди. Но, например, наше приложение предполагает внедрение видео и аудиоэффектов, которые позволят тебе понять лучше, что за человек перед тобой скрывается за батаркой. Бум разводов после ковида, он показал о том, что люди, когда знакомились и создавали семью, они не основывали свой выбор на познании друг друга, на познании его внутреннего мира, о его мыслях, о его понимании и восприятии мира. И я думаю, что сейчас как раз стоит в обществе запрос на создание подобных сервисов и таких инструментов, которые будут помогать пользователю при создании пары, при создании семьи основывать свой выбор не только на внешних параметрах, но и на изучении внутреннего мира как самого себя, так и своего партнера. Анализировать собственный выбор это то, что позволяет вам и нам выстраивать в итоге здоровые и бережные отношения. Внимательно и вдумчиво изучать варианты бывает утомительно, но в конечном итоге эффективно. Конечно, звучит не так романтично, как столкновение в библиотеке, но почему мы привыкли ориентироваться на романтические комедии, когда это касается нашей жизни? Или все-таки стоит доверять поиску партнера приложениям с прозрачным, понятным и симпатичным нам алгоритмом? В конечном счете это только ваш выбор. С вами была Ксюша Приходько, до встречи на канале Редакция Наука. Подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики. Пока-пока. Ни рыбы, ни мяса, нет. Ээээ... Это что? Господи, точно нет. Хм, какой хороший мальчик. Но все равно нет. Так, Ксюша, анализируем, анализируем. Так, так, так. О! А вот это нам подходит. Лайк. Очень хотелось. Так, это точно нет? О, мой. Так, стоп, а что он здесь делает? А. 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 А.